Росгвардейцы приняли участие в акции «Парад у дома ветерана». Сотрудник ведомства исполнил песню «День Победы», в то время как остальные участники творческого поздравления прошли вокруг дома праздничным маршем. Ветеран Великой Отечественной Анна Иосифовна Цимбал пережила немецкую оккупацию и ковала победу в тылу. Мы постоянно с ней контактируем, оказываем ей помощь, не забываем также про ее день рождения. Также хочу сказать, что она очень гостеприимная, всегда приглашает нас за стол, к себе на дачу, угощает возможным урожаем, также пирожками, скажем так, всегда готова нас встретить. Анна Иосифовна встретила войну в возрасте 11 лет, но несмотря на юный возраст оказывала помощь солдатам Красной Армии, работала в полях на сборе урожая, а в мирное время отдала 17 лет службе в правоохранительных органах. В 1985 году ушла на заслуженный отдых в звании старшина милиции. И внуки, и отцы, и деды ковали мир, и час настал, и в трептом парке в честь победы стал мой земляк на пьедестал. Стоит солдат, а птицы звонко, поют о нем невдалеке, к своей груди прижал ребенка, он держит грозный меч в руке. Стоит солдат на видном месте, как верный страж, на страх врагам, а люди мира, люди чести кладут цветы к его ногам. Из рук начальника отдела вневедомственной охраны Росгвардии по ЕАО Вадима Перкуна Анна Иосифовна получила праздничный подарок и приветственный адрес с поздравлением ко Дню Великой Победы от руководства войск Национальной Гвардии. Ну а настоящий праздник в это время проходил под окнами ее дома. Вячеслав Пасманник, Богдан Патрин, Новости 21.